Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать художественный эскиз. Художественный эскиз комплекта, который будет отражать, как этот комплект будет носиться, как он будет выглядеть на фигуре, предполагаемое его внешнее стилевое решение. А потом уже мы будем с вами раскладывать его на технический эскиз, но в следующем видео. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И переходим с вами в Adobe Illustrator. Это векторно-графический редактор. У меня уже нарисован шаблон девчонки, при этом он у меня подвижный. Сейчас я буду показывать, как с этим шаблоном будет удобно работать и как можно будет менять позу, менять все остальное. Как это все рисуется, тоже есть отдельное видео, в котором я показывала и рассказывала, как можно нарисовать такую девочку. Сейчас я его сохраню, чтобы у меня был исходный файл. Так, шаблон. И начинаем. Первое, с чего мы делаем, это, соответственно, делаем позу. Как видите, у меня здесь отдельные детальки есть. Вот, придется убрать сейчас вот так вот. И смотрите, надо разгруппировать, чтобы у меня все могло шевелиться. Буду шевелить сейчас части, соответственно, ножик и ручки. У меня нарисованы поверх дополнительные тени, которые не будут шевелиться. Я их убрала. Итак, выбираю. Вот у меня пупочная точка. И от пупочной точки мы сейчас будем поворачивать. Соответственно, у меня будет одно бедро идти наверх. Вот так. Теперь мы будем докручивать ножки. Соответственно, мне нужна полностью вот эта ножка выделенная. Вот здесь у нас есть точка. Если вы хорошо представляете анатомию, это бедро, бедрозный сустав. И, в общем-то, вот от него мы вращаем. Соответственно, сейчас я буду здесь ставить позу. Это нога. Здесь мы соблюдаем опору. Вот у меня еремная ямка вниз. Линия, смотрите. И вот к этой линии мы с вами должны... Это линия баланса, линия опоры, которая должна совпадать, стоять. В противном случае фигура будет очень сильно падать. Видите, вот она у меня жестко стоит. Соответственно, все хорошо. И здесь нога встала. И все остальное тоже встало. Вот она идет. Можно еще сильнее чуть-чуть ногу отвести. То есть вот такие шаблончики, они позволяют не просто нам иметь готовый шаблон, да, а еще и корректировать то, как мы видим, ту позу, которую мы хотим. Конечно же, здесь есть некоторые ограничения. Например, вы не сможете сделать позу с профиль, потому что у вас нет прорисованных профильных элементов. Но в целом вы вполне это можете сделать. Вот мы с вами поставили ноги. Можно даже вот эту чуть-чуть повернуть. Соответственно, сразу все наглядно, все видно, все понятно. Ладно, вот эту вот чуть-чуть вот так. И сделаю более модный такой элемент. Когда она будет вот так смотреть. Теперь руки. Руки у нас тоже шевелятся. Соответственно, мы все выбираем. И от плеча, тут у нас плечевой суставчик с вами, мы можем ее вот так отвести. Я хочу, чтобы у меня рука попадала в потенциальный карман. То есть у меня уже в голове приблизительная задумка есть. То есть где-то так она у меня будет. А эту ручку я могу просто увести назад. Монтаж на задний план. Правой кнопкой мыши я это нажала. И, соответственно, туда. Либо же тоже ее поместить в карман. Тоже будет вполне актуально. Сейчас мы немножко тогда отведем. В конце концов, за счет того, что она вся шевелится, мы сможем в любой момент поправить положение руки. Поэтому вот так. И здесь тоже есть такая хитрость. Когда у вас локоть назад уводится, то у вас рука сокращается. То есть она не будет такая же, как была. У вас вот эти вот линии, они будут короче смотреться. То есть ее еще можно пропорционально немножко поддернуть. Тогда будет точное боле попадания. Вот так. Выравниваем все точечки. Сверху сейчас мы будем делать одежду. Поэтому все нормально. У нас создалась девушка, которая стоит в определенном возле. Соответственно, ручки у нас будут в кармане. Теперь я ее блокирую, чтобы во время рисунка она мне не мешала. И я планировала сделать брюки с высокой посадкой. Смотрите, линия талии у меня понятна. Все ясно. Единственное, что я люблю делать, это приближать. Когда мы приближаем и больше, лучше видим то, что происходит. Соответственно, рисовать мы будем замкнутыми объектами. И здесь тоже такой момент, что вектор позволяет большое-большое количество исправлений и так далее. Поэтому, если вы один раз что-то провели неправильно, то это еще не говорит, что все, ваш рисунок уже не поправится. Все можно вернуть и поправить. Хочу рисовать широкие штаны. Сейчас я делаю первичный контур, а после этого уже буду, соответственно, выстраивать его более точно. Так, и здесь он будет прилегать к ноге, потому что нога отставлена. Также у нас сразу формируется с вами понимание того, где что должно пройти, потому что есть контур, соответственно, человек. Сразу понимаем, насколько у нас что поднято. Так, дальше идет уже коррекция. Каждой точки. Не бойтесь, не стесняйтесь, если у вас не получилось с первого раза. Это вот, наверное, такая основная ошибка новичков, то, что у меня с первого раза не получилось и все. Да ничего страшного, делайте столько, сколько нужно. У вас же... Ну, если только над вами человек не стоит, типа, нет, сделай только с первого раза. Вам же условно результат, правильно? Поэтому занимайтесь результатом. Результат обязательно будет, если вы будете стараться и делать твои задумки. Вот, поэтому... Не надо этого бояться, просто делайте и все будет хорошо. Притом, вот вектор я еще раз что-то люблю. В любом, в любом этапе, на каком бы этапе вы ни находились, вы можете вносить изменения. То есть даже вот я когда сейчас уже цветом залию еще что-то, все равно можно будет вносить изменения, это никак не повлияет. Поэтому... Я сейчас рисую красным, как максимально контрастным контур я тоже потом смогу поменять на абсолютно любой цвет. Это тоже будет. Сделаем. Так. Сейчас я чувствую, что не попали, мы можем там сместить куда-то пропорцию, да. Все, поправить и убрать. Так, вот у нас получаются брючки. И здесь я хотела сделать карман. Смотрите, придется сейчас шевелить фигуру, потому что карман у меня выше. Соответственно, рука должна быть вот здесь. Она должна быть еще больше повернута. То есть будет ощущение, что она руку не в сторону сделала, да, а она локоть ввела назад. За счет этого визуально получается вот такое вот сокращение. Чем-то это напоминает, ну, марионеток таких, да, которые вот у вас происходят. И вторую ручку точно так же. Сейчас мы сделаем немножечко вот эту часть сократим. Ну, только надо, да, с шириной вот не промахнуться, чтобы все было на местах. Так, и ручка. Потом мы ручки, кисти, рук выведем наверх, чтобы было понятно, что они у нас в карманах. Соответственно, возвращаемся в слое с брючками. И здесь у нас получается с вами кармашек. Вот такой. Вот так, кармашек. Сейчас верну тоже, чтобы все было единым красным цветом. Вот так. Так, второй кармашек. Если требуется изгиб, дополняем изгиб. Он может быть такой совсем легкий. Что еще у нас здесь может быть? Ну, у нас здесь могут быть складочки, которые я бы тоже хотела изобразить. Вот отсюда будет складка. Мягкая складка, не до конца идущая. Вторая складочка, симметричная. И еще одна складочка. Складки рисуются, как правило, у многих проблем, двумя типами объектов. Это линии, то, что я сейчас нарисовала, и к ним еще добавляется тень. Соответственно, сейчас мы это все прорисуем. То есть в вкладке у нее будет еще и тень. Плохо, чтобы она шла одна в одну. Чтобы нарисовать тень, я сейчас создам новый слой, чтобы у меня низ был заблокирован и не мешался мне. Вот так. Ну, не было постоянно вот этой вот зацепки, то, что она активная. Поэтому я сейчас сверху положу, потом верну на тот слой. Это будут просто у нас теневые такие контуры. То есть сейчас я уже перешла в разряд теней. По сути, смотрите, я рисую в основном только брюки. Больше пока еще ничего не прорисовываю. Вот это вот наши тенюшки. Возвращаю их на исходный слой. Они у нас появились. Так, теперь будем рисовать тень по краю брючки. Соответственно, она будет вот так располагаться. Здесь есть очень удобный инструмент. Он называется обработка контуров. Сейчас я его вызову. И можно вот это с вами разрезать. Давайте сейчас сразу вторые тени нарисую, чтобы они не были. Соответственно, будет тень вот здесь. Я просто все тенюшки сделаю и сразу их перенесу. То есть я сейчас рисую их с вылетом для того, чтобы потом просто обрезать и взять только кусочки тени. Сейчас покажу, как это будет смотреться. Иногда проще один раз наглядно увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому смотрите. Рисую в реальном времени. Если вам очень долго, то можете, конечно же, ускорить. Потому что в реальном времени оно получается не так быстро, как хотелось бы. Вот они тени. Я их помещаю обратно. Так, и еще бы я здесь нарисовала. Пока не очень понятно. Я понимаю, что очень много линий. Но потом мы все это разберем. Так, и сейчас тогда вверх нарисую. Будет больше понятно, там либо шнурок поверху нам сделать, либо же все-таки нет. Смотрите, волосы я могу убрать. Еще один классный элемент вектора. То, что можно пока ее сейчас... Я их не удалила. Я их просто убрала из видимости. Таким образом я вижу девочку целиком. То есть у меня не возникает какой-то проблемы. И я могу на ней нарисовать... Давайте какой-нибудь полуджемпер, полухуди со спущенными рукавами. Здесь будет много складок, это понятно. И вот так. Ну, потому что там на рукаве. Сейчас мы это все еще дадим. Так, сюда пойдет с напуском. Здесь оно будет заправляться в брюки. То есть вот так вот напуск. Вот так оно заправляется в брюки. Идет-идет по брючкам. И здесь вот так оно выходит. И вот таким напуском идет туда. Так, и опять... Так, это общий контур. Мы сейчас создаем основу. Потом на этой основе будем уже делать. Вот такой у меня получился контур. Так, соответственно, у нас будут вот здесь мягкие складки. Тоже сейчас надо будет в цвете дорабатывать, потому что сейчас, ну, вот прям сильно непонятно все, что я делаю. Тогда сейчас на цвет перейдем. И я все покажу. Так, здесь вот такая история складочная. Можно даже их соединить. Так, и сюда тоже складочки пойдут в обязательном порядке. И вот здесь они тоже будут таким вот пятнышком. Сейчас я все-все-все расскажу, что именно я делаю. Так, вернула. Теперь смотрите. Я нарисовала основку. Вот она у меня на эскизе. Да, вот стоит девушка в брюках. Давайте мы теперь будем заливать цветами. Брючки у меня будут бежевые. Бежевые брюки. Если я понимаю, что цвет не совсем тот, который я хочу, я их правду. Бежевый же бывает абсолютно разный. Соответственно, буду сейчас подбирать тот цвет, который бежево-серый такой. Сразу занесу его сюда. Так, что у меня здесь будет важно? Ну, во-первых, мы им сделаем сразу контур. И красивый контур кистью. Чтобы они стали. Теперь тени, которые я вам показывала и говорила. Вот они, тени. Тени мы сделаем тоже коричневым. Ну, смотрите, какие они яркие. Для того, чтобы их погасить, сделаем полупрозрачность. Они станут сразу мягенькими. Так, у меня там были складочки. Вы же помните, еще там у меня на складочках есть тени. Вот они тоже у меня должны быть такие же прелестные. При этом они могут быть более мягкие. Сейчас я их вытащу на передний план. Так, вот они. Уже, видите, начинают собираться совсем по-другому относительно того, с чего мы начинали. Так, теперь у меня вот здесь не хватает одной линии. Мы сейчас ее добавим. Она у меня убежала. Вот. Сейчас я ее возьму. Ну, почему же? Подожди. Это должна была стать линией. Вот так. Беру мои четыре линии. Два, три, четыре. Цвет заливки убираю, а цвет контура будет вот такой. При этом мы можем ей сделать мягкость по линии. То есть она будет с утолщением, с утонением. Если мы понимаем, что толстовато, как в данном случае, я чувствую, что слишком толсто. И, возможно, лучше будет сделать даже такую более игристую линию. Вот так. Они получаются, видите, такие неравномерные. И мы можем их тоже сделать, например, чуть-чуть прозрачными. То есть это же не такая прям жесткая-жесткая линия контура. Это все-таки такая мягкая заложенная складочка. Вот она там у нас присутствует. И она нам там обозначает, что она есть. Так, теперь давайте вот эти линии тоже сделаем такими, как они нам нужны. Они будут у нас коричневенькими. И можем их там чуть-чуть поправить. Тоже сделать их более художественными. Соответственно, вот так. Они вроде как есть, но вроде как не основные. Поскольку у нас руки находятся на другом слое, вот эти вот кисти, я их сейчас вытащу сюда, чтобы вставить их в карманы. Соответственно, делаю Ctrl-C. Удаляю с того слоя. И сюда их вношу. Они у меня встали не совсем поверх. Вот, поверх. Теперь нам нужно будет вот эту лишечку отрезать. Соответственно. Ну, в смысле отрезать. Показать то, что она у нас, рука уходит в карман. Соответственно, только вот эта часть должна быть видимость. Выбираем. Можно, конечно, отрезать. Я предпочитаю создать обтравочную маску. Таким образом она у нас вот так отрезается. Можно еще вот эту линию положить поверх. Вот у нас с вами рука в кармане. И здесь то же самое. Сейчас мы еще тогда тенюшку добавим. Она еще глубже уйдет. Вот так. Убираю. Я при этом руку не покалечила. Ничего с ней не сделала. Если она мне понадобится в целом виде, я ее опять оттуда заберу. Вот. И можно вот здесь вот так вот создать тень на руке. Ну, чтобы показать, что она там вроде как внутри кармана. Соответственно. Вот так. И вот таким образом скопировали отсюда свойства. Туда все. Положили. Вот. И сюда точно так же затеняем немножечко ручку в кармане. Сначала, видите, она очень такой темным объектом. Потом я перенимаю свойства тени. И оно становится у меня таким затененным. То есть ручки у нас у девчонки в кармане. Вот у меня уже прорисовались брюки. Если я чувствую, что у меня где-то какая-то тень не нравится, мешает, очень она какая-то неправильно темная, то, естественно, я могу с любым объектом абсолютно поработать и его поправить. Так, возвращаемся к нашему верху. Верх мы сделаем таким нежно-нежно-серым. А, вот я тут забыла. У меня же там пояс был. Брючек. Все-таки сделать ему пояс. Так, здесь мы залили. Теперь у меня будут тенюшечки. Они будут без контура. Тоже серенькие. Тоже можно добавить непрозрачности. И, например, контур у меня будет тоже такой вот серенький. Сделаем в том же стиле. Если я понимаю, что слишком толсто, убираю. Вот у меня появился контур. Соответственно, смотрите, вот эта часть, она должна быть у меня поверх кистей. Видите, сейчас они выходят. Соответственно, вот я их убрала. Так, теперь здесь тоже смотрим правим кусочки. Художественные эскизы, они все-таки на то и художественны, что они могут отражать личный стиль автора. И они не обязаны быть по каким-то четким шаблонам. То есть вы можете его и с нуля рисовать, и от руки рисовать. Художественные эскизы допускают то, что у вас он будет не реалистичных пропорций, соответственно, о ваших художественных. Вот, то есть тут такой момент. Соответственно, я хочу сейчас немножечко поправить объем. Я вот смотрю и понимаю, что визуально объема мне не хватает. Соответственно, я его сейчас буду добавлять. У нас каждый объект состоит из точек, и я эти точки, соответственно, раскладываю так, чтобы оно смотрелось максимально гармонично, относительно того, что бы я хотела видеть. То есть я бы хотела, чтобы это был такой прям вот оверсайз. Соответственно, сейчас мы этого будем добиваться. Здесь тоже. И теперь можно еще сделать красивую штуку, как будто она у нас такая вывязанная. Отдельно сейчас я ее возьму. Да, я вот здесь тоже хочется побольше все. Все побольше, побольше. Плечи побольше. И здесь все побольше, то есть чтобы она прям такая большая была штука. То есть видите, как сразу можно регулировать объем, понимая там, ну, с пониманием того, как это сразу смотрится на фигуре. Соответственно, мы это все смотрим. Рукава вот здесь просится еще проработать линиями, потому что по-хорошему вот эти места, вот здесь будет прям складка, прям вот их много будет. Поэтому можно смело туда добавлять такого рода элементы и делать их, например, без цвета, но контур делать такой вот интересный. Тогда будет интересно смотреться. И здесь то же самое. Ну, толщина линии, она варьируется в зависимости от того, что вы хотите получить. Если там такая не нравится, сделать ее более тонкой. Я бы хотела показать, что данный джемпер это вязка. Сейчас буду делать долгую штуку. Постараюсь ее сделать более быстро. Так, здесь точка не нравится, но как-то там непонятно себя ведет как-то. Вот эта точка должна быть так. И вот направляющую поправить. Вот так, хорошо. Мне кажется, все-таки нужен бантик. Это мы сейчас вытащим наверх. Сделаем более четкий контур. И здесь нарисуем то, что у нас там бантик. Это в брючек. Соответственно, дырочки. И шнурочек. Как он будет у нас? Он у нас будет вот здесь завязываться. На узелок. И из узелка будет идти уже шнурочек. Один. Второй. И здесь будет вот такая вещь. Вещенька. Третий и четвертый. Так. Сделали. Теперь делаем так, чтобы он был только с цветом. Вот таким образом. Здесь он немножко у нас пропадает, потому что цвет на цвет находит. Сейчас мы его сделаем другого цвета, чтобы он немножечко отличался и таким образом визуально выступал. Чуть-чуть. То есть, когда он накладывается на линию, он у нас все равно вытягивается. То есть, там вот такая штучка-завязочка. Так. Ну и свитер. Да? То, что я говорила, что это будет вязанный джемпер. Делаю копию. На оригинале я работать не буду. Соответственно, я сейчас его разобью. Это будет у нас реглан. Так. И еще один. Таким образом. Теперь мы разделяем все. Лишнее убираем. Это тоже лишнее. А вот это надо вернуть в единый кусочек. Так. Вот эту линию чуть-чуть сдвигаем. То есть, правим линию реглана. Сейчас поправим чуть-чуть. Вот так. Вот. И теперь внутри этих линий нам нужно с вами создать такую, можно сказать, развеновочку. Как это можно сделать? Берем объект. Берем ножнички. У меня у нас вот тут будет находиться. Так, ножницы, ножницы, ножницы. Вот у него. Разрезаем его. Так. Вот так разрезали. Теперь мы убираем с вами цвет заливки. Нам не нужен. И нам нужно сделать объект переход. Создать. Создался один. Объект. Переход. Параметры перехода. Здесь у нас ставим заданное число шагов. И пробуем поставить, например, 20. Уже очень неплохо. Я вот добавила еще чуть-чуть. Да. Хорошо. Здесь получилось. Единственное, смотрите, сейчас у нас линия низа, она будет немножечко другая. Поэтому я опять забираю то, что у меня там есть. И создаю отравочную маску. То есть вот у меня получился вот такой вот вязанный эффект. Теперь аналогично сделаем с рукавами. Только тут нам нужно будет убрать вот эту вот кривизну жуткую. Поэтому я сейчас нарисую линию, которая будет более прямая, более гладкая. Без вот этой кривизны. Вот так. Это одна линия у нас будет. И параллельно вот ей вот здесь вторая. Не хочу, чтобы просто вот эти кривульки, которые у нас есть, обозначающие загиб рукава, тоже там отражались. Вот, соответственно, рукавчик мы пока уберем. И то же самое. Объект. Переход. Создать. Можно клавишами, но я люблю отсюда. Объект. Переход. Параметры перехода. Просмотр. Заданное число шагов. Смотрим, как будет смотреться на 20. То есть здесь нужно просто отрегулировать количество шагов. Там 20-18. Чтобы они приблизительно одинаково смотрелись. Отлично. Сюда взяли. Вернули. На передний план положили. И выбрали все. Создать обтравочную маску. Вот у нас по форме получилось прекрасно. Смотрите, какая штучка. И еще один товарищ. Так. То же самое. Сейчас две параллельные линии рисую. Можно не рисовать, но тогда вот эта вся кривулька, она у нас сюда встанет. Мне это не нравится. Соответственно, я прочитаю обрисовать. Вот так я обрисовала. Убираю цвет заливки. Объект. Переход. Создать. Забыла. Четвертый регионал оттуда. Так. Теперь объект. Переход. Параметры перехода. Я запомнила, что на том рукаве у меня было 18. Соответственно, мы их сюда же и ставим. Вот. Теперь стягиваем этот рукавчик сюда. И забыла вытащить на передний план. Поэтому такая ерунда получилась. Монтаж на передний план. Создать оттравочную маску. Вот она моя красота и получилась. Смотрите. Мы его возвращаем на джемпер, который уже нарисован на фигуре. Вот. И я задам ему непрозрачность этим объектам, чтобы они более мягко вошли. Получается полная такая имитация вязочки. Как будто мягкий такой трикотажный джемперочек. И он красиво сидит по фигурке. Теперь мы с вами вернем видимость нашим волосам. Они у нас там были. Так, что у меня подложечка была. Вот. И если требуется, то волосы можно тоже вывести на передний план. Соответственно, нам нужно их вывести на более верхний слой. Вот так. Вот. Они легли у нас поверх. И по ногам смотрите, как бы там какая-то обувь дополнительная или еще что-то. Ножки можно тоже, соответственно, обуть. Ножки можно обувать. Дополнительный слой создать, на котором вы нарисуете обувь. Он должен быть между телом, но под одеждой. То есть, ну, если вы хотите сакцентироваться как-то на обуви, то можно это, соответственно, сделать. Если вы не хотите, можно этого не делать и нарисовать какие-то такие стандартные штучки, которые просто обозначат, что там есть обувь, но не будут с претензией забирать на себя какое-то там внимание, чтобы не привлекать особо к себе внимание. Поскольку в данном случае на эскизе это совсем не принципиально, то вот я нарисую, что там, например, белые кеды-кроссовки, что-то там такое вот оно есть, что именно, ну, в общем-то, не принципиально. Хотя можно прорисовать, если у вас есть какая-то принципиальная позиция по этому поводу, вы считаете, что там должна быть какая-то четко определенная обувь. И, в общем-то, это все можно нарисовать. Я сейчас даже сделаю так, чтобы брюки посильнее перекрывали. И вообще, как бы к ногам особо вопросов не было. Вплоть до того, что их можно чуть ли не спрятать. Вот. Сейчас мы погладим немножко подошву, она устровато получилась. Таким образом у нас получилась девочка. Вполне реальная, с вполне понятным внешним видом, да. Может быть, вот эти части немножко островатые. То есть я уже дальше могу поправить то, что мне нравится, то, что мне не нравится. Мне вот не нравится, что здесь достаточно сильный акцент. Вот. Я бы хотела вот эти линии. Нету. Вот эту. И вот эту сделать помягче по цвету. Но это уже вот визуальные вот эти моменты, которые ловятся и, соответственно, смотрится. Нет, тоже не пойдет. Еще раз дай на клик. Вот так. Они стали более мягкими. Смотрим еще раз в целом на девушку, насколько она нам нравится, не нравится. Там может быть, опять же, обувь нас смущает. Вот она. Можно еще чуть-чуть подлиннее сделать тогда. И вообще обувь убрать. Убрать обувь. И еще чуть-чуть длиннее сделать штаны. Все. Как будто бы мы перекрываем. В принципе, сейчас достаточно актуальная длина. Когда не видно. Если хотите, можно показать то, что там будет нарисован мысочек обуви, который вот он облетает. Можно не показывать. Вот. Вот такой эскиз, отражающий настроение, отражающий позу, как это будет носиться, как это будет смотреться. То, что, видите, это трикотажная такая штучка у нас получилась. А мы можем еще... Остапа понесу. Сейчас еще раз покажу кое-что. Мы можем показать, что эта штучка пушистая. Вот это вот. Сейчас я такое сделаю. ее тоненькой. Вот. Здесь есть у нас такая волшебная функция. Эффект. Деформация. Вот. Огрубление. Мы можем показать, как будто бы... Как будто бы эта штучка у нас пушистая. Нам нужно ее совсем-совсем чуть-чуть создать. Вот она будет. Может быть, даже 0,5. Видите, она такая пушистенькая. Здесь можно подрегулировать, насколько она будет вибрировать, да? Вот абсолютно. Вот она, видите, совсем такая мягенькая-мягенькая получается. Возможно, даже чуть-чуть посильнее. Какие-то гладкие или угловые зубцы. Но это может просто имитировать то, что у нас такая вот нитка, вязочка, она более такая вот воздушная. То есть мы показали то, что это у нас пластичное переплетение. Мы показали то, что она такая пушистенькая. Все это учли. Показали, что еще сверху волосы. Но вот этот художественный эскиз, он передает образ, да? Он показывает, как и что это будет смотреться. Совершенно не показывает конструкцию. Поэтому его нужно будет нам с вами дополнить техническими эскизами. А этим мы будем заниматься в следующий раз. пробуйте, рисуйте такую красоту. Я уверена, что у вас получится. Не обязательно рисовать то, что показала вам я. Я просто в данном примере хотела показать разные техники, да? И полупрозрачности, и там огрубление контуров, и наложение между собой там слоев, и как можно делать вот эти эффекты перехода для того, чтобы рибы создавать. То есть там очень-очень много приемов. Это просто вот небольшое такое восприятие, небольшая такая возможность для вас посмотреть, как это делается изнутри. Рисуйте обязательно, у вас все получится, и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok